Очень классно было посмотреть со стороны на эти отношения и вообще понять их природу. Как в тебе это формируется. И, конечно, это настолько чувство вины убирает, когда ты понимаешь, что то, что от тебя зависело, там вообще очень мало, что тебя сформировало, мало, что от тебя зависело. И также это понимает не брать, в общем, не требовать с близких отношений, вообще с любых отношений, из ближнего, я имею в виду, потому что он тоже не виноват, возможно, что вот он так сформировался. Он был поставлен к таким родителям, у него было такое детство, его куржали такие люди, как и меня. Потом я поняла, что у меня на самом деле было так круто, то есть я этого никогда не осознавала и не ценила. И я переоценила, и у меня возникло огромное чувство благодарности к тем людям, которые меня формировали. Потому что у меня не было ни одного страшного персонажа. У меня оказалось, особенно по линии моей мамы, там просто, что ни человек, то он очень эмпатичный. Они все такие эмпатичные, все такие тетушки, дядюшки, такие классные все. Уже многих сейчас нет, или они в таком уже возрасте находятся. Я, в общем, поняла, что я вот... Такой классный период был. Я поняла уже, как эти отношения складываются, что даже если что-то какие-то есть, то, что мне не нравится в себе, это могло уже гораздо позже сформироваться. В подростковом возрасте, там уже какие-то другие социальные контакты. А из детства-то и ничего не всплыло плохого. Такого травмирующего, плохого. В общем, удалось с благодарностью и с радостью посмотреть на тех людей, которые тебя окружали. И понять, что вот, может быть, для них тоже был какой-то труд с тобой общаться, а они смогли это сделать вот так вот, эмпатично, по-доброму принять тебя. Я просто глазами взрослого человека посмотрела на это все. В группе, конечно, дает потрясающую возможность увидеть вообще людей, и что какие бывают сложные судьбы, какие бывают сложные обстоятельства. И вот теперь мне после этой группы хочется в любых отношениях быть гораздо бережнее. Ты не знаешь, что это внутри, а вдруг ты как бы плюешь, обсмеешь его чувство своими словами. В целом просто уважать чужой мир. Вообще никого не хочется теперь менять. Столько поменялось, и я поменялась, и все, кажется, поменялось вокруг. И то ли, может быть, отношение мое ко всему поменялось. Вот хочется это прямо осознать. А хочется каждого ребенка выдернуть из семьи, вот так на него посмотреть, как он повертеть, понять, как с ним можно, как нельзя. И что ты вообще не вправе многое менять. Это встроенная установка природой, ну, богом. Мужа так, детей там, родителей вот так вот. Может, с кем-то вот, даже я говорю, поставили себе в план отдельные контакты, вот прям индивидуальные поиметь. Выйти там с кем-то в кафе, с кем-то там в киношку, с кем-то вот. И прям поконтактировать с каждым в отдельности. И имея вот такой вот уже опыт, понимание, как строятся отношения, понимание себя, уже как-то по-другому вообще на это все взглянуть хочется. Продолжение следует...